Здравствуйте! Это программа «Прокурор в теме». Наиболее востребованным остается прокурорский надзор в сфере защиты жилищных прав граждан. Особое беспокойство вызывает тот факт, что все чаще нарушаются жилищные права несовершеннолетних, являющихся наиболее незащищенной категорией граждан. Ввиду их физической, психической и социальной незрелости. Но на постоянной основе прокурорами ведется проверки исполнения законодательства в этой сфере. Одним из самых действенных правовых средств, используемых прокурором в целях устранения нарушений законности, являются гражданско-правовые средства прокурорского реагирования и удовлетворяемость исков прокуроров стабильно высока. Защита жилищных прав граждан – это тема нашей сегодняшней программы. Я представляю гостю в студии Оксана Александровна Грумова, помощник прокурора города Самары. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, давайте поговорим о заявленную тему. Скажите, пожалуйста, а вот вообще в принципе, каким образом органы прокуратуры защищают нарушенные жилищные права граждан? Органы прокуратуры города Самары, в принципе, пользуются всеми мерами прокурорского реагирования для защиты гражданских прав, в том числе и жилищных прав граждан. Так, например, за истекший период 2022 года выявлено более 2,5 тысяч нарушений жилищного законодательства, и в целях устранения которых было внесено порядка 700 представлений, принесено 13 протестов, предъявлено более 250 исковых заявлений в суд, также возбуждены административные дела об административных правонарушениях в отношении виновных лиц, и объявляются предостережения, порядка 150 предостережений о недопустимости нарушения жилищного законодательства. Также органы прокуратуры не забывают и об уголовном преследовании, в принципе, граждан, виновных в нарушении данного законодательства. И в за истекший период 2022 года направлено более 17 материалов проверки, в порядке 37-й уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, по результатам рассмотрения которых органы предварительного расследования возбуждены 14 уголовных дел. Как вы правильно заметили, органы прокуратуры занимаются вопросами защиты прав несовершеннолетних, также жилищных прав, а также мы обеспечиваем возможность получения внеочередного жилого помещения для граждан, которые состоят на определенных учетах. Также мы занимаемся защитой прав граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, и также при переселении граждан в случае изъятия их жилых помещений, либо земельных участков под их жилыми помещениями, для государственных и муниципальных нужд. Также мы не забываем про обеспечение жилыми помещениями детей-сирот. И вообще, в принципе, хотелось бы остановиться на вопросе. Одном из основных направлений нашей деятельности – это организация и проведение капитального ремонта в многоквартирных домах. Прокуратура взаимодействует с фондом капремонта, также с органами местного управления и управляющими организациями, и проводит проверки за соблюдением сроков и порядка проведения данного капремонта, установленного региональной программой, которая утверждается постановлением правительства Самарской области. Прокуратура следит вплоть до фактического завершения капитального ремонта в доме. С самого момента, когда его включили в эту региональную программу, и до конца, когда будут качественные работы, удовлетворяющие всех граждан. Я совершенно с вами согласна. Давайте на эту тему поговорим. Очень она востребованная. Но, вы знаете, прежде чем перейти к теме основной, у меня вопрос такой к вам. Оксана Александровна, а почему органами прокуратуры к этому вопросу такое пристальное внимание? Поскольку в многоквартирных домах живут люди разных категорий, там и пенсионеры, и недееспособные, также могут быть и инвалиды. Многие дома, подлежащие капитальному ремонту, они очень старые, давно введенные в эксплуатацию. И в основном там население как раз такой вот социально уязвимой категории граждан. Поэтому приходится защищать их права, поскольку они не могут сделать этого самостоятельно. Они, во-первых, не знают, каким образом действовать им. И, во-вторых, просто не могут в силу своих каких-то физических, физического состояния. Поэтому органы прокуратуры защищают права граждан вот в силу возраста, своего состояния здоровья, которые не могут самостоятельно защитить как в досудебном порядке, так и в судебном порядке. Ну хорошо, в таком случае, получается, если к вам обратился гражданин и по его результатам проведения проверки будет установлено нарушение его жилищных прав, то прокуратура обращается в его интересах в суд. Но ведь прокуратура не адвокатура. Верно я понимаю? Да, правильно я понимаю. Здесь, конечно же, есть разница. Органы прокуратуры первым делом не сразу обращаются в суд в защиту нарушенных жилищных прав. А органы прокуратуры пытаются взаимодействовать сначала в досудебном порядке. Это представление, внесение тем же самым, реагирование на какой-то правовой акт, который является незаконным. Если же это не помогает, то уже органы прокуратуры обращаются в суд в защиту интересов граждан, которые обратились. Хочется отметить то, что защита прав граждан именно в сфере организации проведения капитального ремонта, она отличается от, в принципе, всех жилищных и других прав. И требуется не только заявление лица, а именно неспособность лица самостоятельно выйти. А это возраст, состояние здоровья, либо какие-то иные уважительные причины, когда сам человек не может обратиться в суд. Хорошо. Чем текущий ремонт тогда отличается от капитального? Давайте сейчас от общего перейдем к частному. Ну и, конечно, вот в чем конкретная помощь прокуратуры гражданам? Текущий ремонт – это время от времени выполняющиеся работы по полному восстановлению или замене составных частей или устройства, либо работы по частичному восстановлению, замене основных конструкций и механизмов. Сам капитальный ремонт – это полная замена как инженерных систем, полная замена кровли, полная замена фасада. При этом причиной как раз текущего ремонта является устранение внешних дефектов и предотвращение, ухудшение состояния многоквартирного дома. И средства текущего ремонта, они накапливаются в управляющей организации. И управляющая организация проводит этот текущий ремонт. А средства, накапливаемые на капитальный ремонт, они накапливаются либо в установленном порядке, как решают граждане, и только тратятся на сам капитальный ремонт. Такое основное. Да, но вот, кстати, все-таки с какого момента возникает обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, если мы сейчас говорим об общем имуществе в МКД, в квартирном доме? В данный момент он утвержден статьей 169 ЖК РФ, и обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникает у собственников жилых помещений по истечении 8 календарных месяцев, если более ранний срок не установлен с региональным законодательством. И начинается он с месяца, следующего за месяцем, в котором была официально опубликована региональная программа по капитальному ремонту, в которую как раз включен данный многоквартирный дом. Ну а если дом признан аварийным, нужно ли платить за капитальный? Региональная программа капитального ремонта не включает в себя дома, признанные аварийными, но если вдруг дом окажется включенным, либо он был включен, а потом его признали аварийным, то он подлежит исключению из данной региональной программы. И взносы на капитальный ремонт не начисляются. Если же граждане установят факт, что начисление продолжается, могут быть такие моменты все-таки, им необходимо обратиться либо в орган местного управления, либо в управляющую компанию, либо напрямую в фонд капитального ремонта. То есть в ту организацию, которая осуществляет данные начисления. И все это будет исключено, и денежные средства возвращат в любом случае. Также хотелось бы отметить то, что в случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, либо реконструкции, региональный оператор обязан направить накопленные денежные средства на цели сноса, либо реконструкции данного дома. Ну, а все-таки кто должен платить взносы на капитальный ремонт? Ну, если, к примеру, в квартире никто не прописан и не проживает. Тоже вот такой интересный, актуальный вопрос. Ответьте, пожалуйста. Взнос на капитальный ремонт общего имущества собственника в помещении в многоквартирном доме включен в состав платежа за жилое помещение, также коммунальные услуги, как для всех собственников многоквартирного дома. Тот факт, что в жилом помещении никто не проживает, либо никто не зарегистрирован, не освобождает собственника от данной уплаты, поскольку взнос на капитальный ремонт не является коммунальной услугой, а это означает, что перерасчета тоже не может быть для данного лица, и собственники обязаны оплачивать по установленную плату за капитальный ремонт. То есть жить или не жить в этой квартире, быть там зарегистрировано, это право исключительно собственника, а платить по счетам за капитальный ремонт все-таки придется. Какие решения должны быть приняты на общем собрании собственников после получения предложения о проведении капитального ремонта, если речь идет о следующем годе? При получении предложения о проведении капитального ремонта в соответствующем году собственники на общем собрании должны принять решение по следующим вопросам. Это определить перечень работы по капитальному ремонту, смету расходов на капитальный ремонт, сроки проведения капитального ремонта, определить источник финансирования данного ремонта и также выбрать уполномоченный орган для взаимодействия с региональным оператором. Ну а если собственники не принимают решение о проведении работ по капитальному ремонту общего имущества дома, как все-таки обеспечивается выполнение региональной программы капитального ремонта? Здесь процедура отличается в зависимости от формирования счета. Если счет сформирован в общем котле фонда капитального ремонта, то есть у регионального оператора открыт счет, то в течение трех месяцев собственники, не выразившие желание, за них принимает решение орган мест управления. Также составляется правовой акт, который подразумевает себя протокол общего собрания собственников и принимает решение. Все поставлены ранее мной озвучены. Если же счет сформирован на специальном счете, открытом, отдельном, то здесь сначала предоставляется право гражданам принять решение. Если они отказываются, то в течение месяца с момента получения данного решения принимает уже решение орган мест управления. При этом орган мест управления принимает решение не о самом проведении капитального ремонта, а о переводе счета на общий счет. То есть процедура у нас потом уже дальнейшая такая же орган мест управления принимает все последующие вопросы, решает, как, куда и кто будет заниматься капремонтом. Ну, а возможно ли изменение сроков проведения капитального ремонта или, к примеру, изменение вида работы? Да, конечно. У нас нормативно-правовые акты подразумевают возможность изменения как сроков, так и изменения вида работы. Для этого необходимо принять решение на общем собрании собственников помещений. Собственники жилых помещений могут принять решение как о изменении срока на более поздний либо на более ранний срок, и также принять решение об изменении, например, не хотят они делать ремонт кровли, а в данное время они хотят сделать ремонт фундамента. И все это оформляется протоколом общего собрания, который направляется в фонду капремонта, а фонд капремонта, в свою очередь, может направить это в министерство ЖКХ, где вносят соответствующие изменения в региональную программу капитального ремонта. Вы сказали, что составляется заявление, но кто все это должен делать? И помощь откуда ждать гражданам, ну, к примеру, если, ну, юридически неграмотные, такое тоже бывает, не во всех домах живут юристы, нужно обращаться к профессионалам, либо здесь, возможно, помощь управляющей компании. Давайте вот здесь, кстати, остановимся. Роль управляющей компании вот именно в теме капитального ремонта какова, на ваш взгляд? Все зависит от того, каким образом формируется фонд именно капитального ремонта. Граждане, у которых специальный счет открыт, они в основном передают это все в управляющую компанию свою, потому что они ей доверяют. Либо же они открывают какой-то счет в кредитной организации и определяют лицо, которое этим будет всем заниматься. То есть определяют ответственное лицо, которое будет заниматься вопросом капитального ремонта. В случае же формирования счета у регионального оператора, здесь уже региональный оператор всем занимается и решает все вопросы, которые возникают у собственников. При рассмотрении вопроса переноса сроков и изменения вида работы здесь никак не обойтись без самих собственников. Это все-таки их решение, и они должны между собой договариваться. Возникают проблемы, когда нет договоренности между собственниками. Приходится собираться им, они не могут собраться, потому что необходим определенный процент. Ну да, кто-то голосует за крышу, к примеру, ремонт, а кто-то хочет, я не знаю, ремонт сетей, труппы и так далее. Поэтому здесь вот тоже такой вопрос. Это не самый страшный вопрос, так скажем, страшнее то, чтобы просто людям собраться. Потому что, чтобы протокол общего собрания был законным, необходим к воруму. В основном собственники не проживают в своих жилых помещениях, либо сдают их кому-то в аренду. И возникает именно проблема просто собраться, чтобы данный протокол был легитимен. А обязательно личное присутствие каждого собственника. Можно либо, вот, пожалуйста, сделать онлайн-конференцию по тому же Зуму, собраться, всем подписать. Так, возможно, вы сейчас же использовали, да, вот таких вот технологий? Да, есть очные, очно-заочные, заочные способы голосования. Ну, каждый выбирает сам, каким образом это делать. Там главное заполнить бюллетень, по которому уже будут подсчитываться голоса. И, ну, даже собственника найти иногда бывает сложно. Такие вот вопросы возникают на практике. В принципе, сами собственники, они всегда уже между собой договариваются, что им нужно. Потому что видят состояние дома, также проводят ежегодный технический мониторинг состояния многоквартирного дома, который проводит управляющая организация. И, исходя из этого, граждане могут решить, что им важнее поправить сейчас. Фундамент, фасад, крышу, либо инженерные системы заменить. Ну, а продолжая разговор, все-таки, наверное, здесь советовать нельзя, где лучше и у кого заводить вот этот вот счет, о котором вы говорили выше. Конечно, мы не можем дать никаких советов. Это каждый собственник принимает самостоятельно такое решение. Каждому для удобства. У каждого свои какие-то взгляды есть. А можете рассказать плюсы, на ваш взгляд, исключительно ваше субъективное мнение, плюсы или, может быть, возможно, минусы составления того или иного счета, вот вы сказали, либо у управляющей компании, либо у регионального оператора? Ну, вот чисто вот ваше такое мнение. Ну, если формировать специальный счет, открывать специальный счет, данный способ у накопления собственниками, принимаются все самостоятельные решения. Граждане самостоятельно будут принимать решение, какая организация будет заниматься их ремонтом, в какие сроки она будет заниматься этим ремонтом, на какую сумму будет заниматься. И также она будет самостоятельно участвовать в приемке. При формировании фонда на счете регионального оператора все эти обязательства ложатся на плечи фонда капитального ремонта. Он сам занимается вопросом выбора, размеров и порядка. И он занимается этим вопросом на основании региональной программы, то есть тех нормативно-правовых актов, которые у нас действуют. То есть в любом случае права граждан защищены? Я вот к этому веду. Да, конечно. В любом случае всеми нормативно-правовыми актами у нас регламентирован каждый порядок, каждый ход осуществления капитального ремонта. А если в управляющей компании? Вы сказали, что если добросовестно управляющая компания и граждане доверяют, тогда можно здесь общаться вот и без участия региональных операторов, правильно? Да, правильно. Но участие регионального оператора, оно будет все равно. В любом случае. В любом случае. Просто здесь определяется объем его участия, в зависимости от формирования фонда. Тоже очень важный вопрос. Скажите, кто контролирует как раз ход выполненных и выполняемых работ? Этим занимается фонд капитального ремонта. Также могут быть общественные объединения принимать участие, органы местного самоуправления, управляющие организации. И также сами собственники, либо представитель собственника многоквартирного дома. А что делать, если имуществу нанесен ущерб после капитального ремонта? Здесь есть несколько путей решения данного вопроса. Начинаем мы в любом случае с досудебного регулирования спора. Во-первых, когда причинен ущерб, его нужно зафиксировать. Кем? Нужно составить акт осмотра управляющей организацией. Либо есть аварийная организация, которая тоже уполномочена составлять такие акты. Но ведь нужно еще и доказать, что ущерб нанесен вот именно после капремонта. Это же ведь на словах-то, как бы сказать, можно все что угодно. Ведь, наверное, какая-то экспертная комиссия существует? Ну, есть экспертные организации, которые занимаются составлением экспертиз. Да, гражданин может привлечь данную экспертную организацию для оценки ущерба ему причиненного. Чтобы потом в дальнейшем... За свой счет уже? За свой счет, да. Данные экспертизы, они не дешевые. И ее составление поможет в дальнейшем взыскать потраченную им сумму на восстановление своего жилого помещения. И ему будет намного легче доказывать в суде. Как раз именно подпираясь на данное экспертное заключение. Но в судебном порядке также ответчик, как фонд капитального ремонта, может затребовать проведение новой судебной экспертизы, которая уже даст оценку, действительно ли это. Может быть, она была все-таки завышена. Либо может оказаться, что она занижена. И в судебном порядке уже в любом случае все расходы, которые были понищены гражданином, на оплату экспертиз на проведение самого ремонта, они будут возмещаться при доказанности факта причинения ему ущерба. Ну вот мы говорили об ущербе, а еще есть и такой пункт, как некачественное выполнение работ по капитальному ремонту. Скажите, это одно и то же, либо все-таки нет? Ну, к примеру, да, у нас сегодня с вами заглавная кровля, отремонтировали кровлю, прошло какое-то время, и она начала протекать. Вот здесь как быть, куда идти, и кто здесь все-таки поможет? На каждой работе по капитальному ремонту есть гарантия. То есть та подрядная организация, которая выступает по контракту, она обязана дать гарантию от шести месяцев и более, в зависимости от того, как решат стороны. В любом случае можно привлечь подрядную организацию, которая придет и будет заниматься вопросом о проведении уже гарантийных ремонтных работ. Поэтому здесь проблем нет. Это как по устранению. Но сама протечка, которая будет допущена уже после приемки данных работ, ляжет на плечи уже управляющей организации, которая также подписала акт о приемке данного вида работ и приняла на себя обязательства уже дальнейшего обслуживания. То есть от того, что они подписали акт, уже вину будет нести управляющая организация. Вы сегодня рассказали об аспектах проведения капитального ремонта, о его тонкостях. Но, вы знаете, я бы сейчас хотела услышать от вас подробный рассказ участия прокуратуры в этом вопросе, ну и, конечно, адресной помощи населению в этом вопросе. Органы прокуратуры никогда не отказываются от защиты гражданских прав, в том числе и жилищных прав граждан. При возникновении вопросов граждане всегда могут обратиться на прием, который у нас ведется ежедневно. Решить их вопрос можно как точечно сразу в моменте, а также можно написать заявление к нам, направив его в электронную почту либо через другие определенные наши услуги. И каждый гражданин может рассчитывать на защиту как в досудебном, так и в судебном порядке. К примеру, пожалуйста. Вот вы сказали в начале программы, назвали цифры статистики. Но вот, как правило, обращаются уже с проблемой, либо все-таки приходят на консультацию, рассказать, пообщаться. И вот такие консультации вы проводите тоже? Да, конечно, проводим. Граждане могут приходить с вопросами, начиная от того, а когда будет проведен у нас капитальный ремонт, открываем с ними региональную программу, смотрим их адрес и определяем, какой вид работа, в какой период будет проводиться. Обсуждаем с ними вопросы о необходимости скорейшего проведения данного ремонта и разъясняем им, каким образом поступить. То есть то же самое составить протокол общего собрания и направить его в компетентные органы. Либо они приходят с вопросами о том, что для чего нам нужно сделать ремонт крыши, если мы хотим сделать фундамент, и как нам поступить. То есть мы тоже так же даем им эти разъяснения. В случаях же, когда региональной программой уже наступили сроки, а капитальный ремонт не начат, контракты не заключены, органы прокуратуры в случае возможности защиты прав данной категории граждан, которая к нам обратилась, направляют исковые заявления в суд об обязании фонда капитального ремонта провести и организовать ремонт в данном доме. Сейчас мы также практикуем вопросы именно привлечения в судебном порядке подрядчиков, которые не завершают свои работы в срок, установлены контрактом. А при определенных объективных причинах либо есть возможность завершить, но нет у них денежных средств, например, на покупку материалов. Поэтому в судебном порядке обязываем подрядную организацию завершить капитальный ремонт. Завершить. Но бывает такое, что и не начинают вовремя, о чем мы тоже с вами сегодня говорили. Скажите, а вот если жители не обращаются к вам с этой проблемой, ну, может быть, там, не знали или забыли, что вот, к примеру, в марте месяце должен начаться у них капитальный ремонт. Вы сами инициируете проверки? Либо как вообще вот это происходит? Проверки именно в направлении организации проведения капитального ремонта у нас проводятся постоянно. То есть это у нас на систематической основе. Мы следим за проведением капитального ремонта в сроке и при выявлении факта нарушения этих сроков сразу начинаем реагировать. Либо начинаем общаться с населением при необходимости выхода с иском в суд, либо выявляя нарушения, иными мерами реагируем. То есть этот вопрос действительно у вас стоит на острожайшем контроле? Да, он у нас на контроле. Ну что же, наше время подошло к концу. Я благодарю вас за сегодняшнее интервью. И все-таки хочу предоставить вам заключительное слово. Почему все-таки стоит это держать на контроле не только органами прокуратуры, но и лично гражданами? И действительно вы сможете сейчас в программе заверить, что прокуратура стоит на страже интересов наших граждан, в том числе и в жилищном вопросе. Органы прокуратуры всегда стоят на страже жилищных прав граждан. И проведение самого капитального ремонта очень важно, поскольку нарушение сроков проведения капитального ремонта может привести к тому же самому аварийности жилищного фонда. А при признании дома аварийным уже возникают совершенно другие проблемы. Совершенно другие вопросы у граждан. Поэтому в целях недопущения именно ухудшения состояния многоквартирного дома капитальный ремонт очень важен. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Прокурор в теме». Ну а моя сегодняшняя гость Оксана Александровна Громова, помощник прокурора города Самары. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова